Детский дом Лаубера, воспитанник которого накануне найден мертвым, не раз попадал в поле зрения правозащитников. Три года назад воспитательному учреждению даже грозило закрытие. Теперь, когда смерть подростка расследует полиция, инспекция по защите прав детей готовит собственную проверку. Репортаж Анастасии Дьяконовой. В понедельник утром вот за этим зданием и было найдено тело погибшего юноши. Его нашел воспитанник детского дома Лаубера, который прибежал к воспитательнице и сообщил, что видит подростка уже синего и холодного. Этот заброшенный дом стоит на пригорке. Разбитые стекла, на земле бутылки пива. В десятки метров красная крыша детского дома. Смерть 17-летнего подростка стала неожиданностью для всех. Всего в этом детском доме живет 26 воспитанников. Сейчас 10. Большая часть из них на экскурсии в гостевых домах и у родителей. Была мама и у скончавшегося молодого человека. Она жила в Ропожи. Он при мне звонил своей маме, просил, мама, приедь. А потом говорил, видишь, ей все равно, что со мной происходит. По словам Сандры, в их детский дом привозят самых, как она выразилась, ненужных детей. У многих проблемы с алкоголем. Кто-то курит с 12 лет. Он не был плохим, но в те моменты, когда он употреблял алкоголь, становился придирчивым. По отношению ко мне он не был агрессивным или грубым, но в кругу своих знакомых. Хотя не хочется ничего плохого говорить. Полиция начала уголовный процесс. И там не исключают, что перед смертью молодой человек употреблял одурманивающие вещества. Было ли место наркотикам, покажет экспертиза. Стоит отметить, в 2012 году детский дом Лаубере уже попадал в поле зрения инспекции по защите прав ребенка. Сейчас слишком рано делать какие-либо выводы. В течение ближайшей недели мы отправимся в детский дом Лаубере. Проверим, что произошло в тот вечер, ночь. Почему ребенок не был в учреждении. Но в инспекции отмечают, что детский дом не закрытое учреждение. И детей там не запирают. По словам Инги Миллера, углубленные проверки в Лаубере начались три года назад. После того, как двое воспитанников ограбили местный магазин. Тогда из-за произошедшего с поста ушла директор учреждения. В ходе последних проверок, уже после смены директора, дети отмечали. В Лаубере стало заметно лучше. И пока причин для отставки нового главы детского дома Мартин Шилея в инспекции не видит. Анастасия Дьяконова, Райвов Рейман из Кришьян Слейт из Латвийское телевидение.